Времени уже прошло достаточно после визита губернатора. Сделаны определенные шаги, о которых сегодня нужно рассказать. Начнем с визита. Александр Викторович дал определенную оценку работы района. Мы это видели, слышали. Это было практически во всех СМИ, поэтому повторяться не буду. Скажу лишь, что да, мы показали положительные моменты в районе. Мы посетили горную школу, посетили Малиновский детский сад, где реализуются средства, краевого бюджета, компания «Русалачинск». Увидели, что работы идут полным ходом, нет никаких рисков по срыву сроков, нет вопросов по качеству выполняемых работ к подрядчику. Наряду с положительными моментами, которые мы увидели, которые показали, мы обсудили с губернатором Александром Викторовичем проблематику Ачевского района. Проблематика, действительно, это огромный спектр проблем, огромный клубок проблем. Обсудили мы практически все. Обсудили, начиная с дефицита бюджета этого года, 44,4 миллиона. Такой был бюджет принят, потому что, по сути, мы были в сейтноте. Нужно было начинать работать, нужно было заключать торги, нужно было, ну, просто Ачевский район должен был начать работу. Поэтому, несмотря на дефицит, такой бюджет был принят. Но сегодня он остается. Мы обсудили проблематику, связанную с жилищно-коммунальным хозяйством. Это проблемы, связанные с теплоснабжением, проблемы, связанные с водоснабжением в районе, с водоотведением. Сегодня в районе, я не ошибусь, скажу, более двух десятков населенных пунктов практически нормального водоснабжения не имеют. Это колодцы, это ручьи и так далее. Поэтому там осуществляется подвоз воды, там, где в этом есть необходимость. Проблематику нужно разрешать. Серьезная проблема с теплоснабжением. В эту сферу, в эту отрасль не вкладывалось достаточных средств на протяжении многих лет. Ну, достаточно сказать, что в прошлом году там было вложено около пяти с небольшим миллионов рублей на все 12 теплоисточников района. В предыдущие годы и этих средств не вкладывалось. Достаточно серьезные проблемы с дорогами в Ачинском районе. Те средства, которые мы получаем, это чуть больше 9 миллионов. Их, конечно, недостаточно. Протяженность дорог очень большая. Большинство дорог не соответствует нормативным требованиям. Эту проблематику мы тоже обсуждали. Обсуждали проблематику, связанную с деревней Каменка. Мы знаем, что в 2019 году там произошла серия взрывов, в результате которых пострадали дома. И после этих событий воинская часть практически сразу прекратила свое существование. Но остались территории, которые обслуживало Министерство обороны. Остались дома, которые обслуживало Министерство обороны. Сегодня это никак не обслуживается и не может обслуживаться муниципальным образованием. Потому что это было бы нецелевым использованием средств. Это подъездные дороги, это территории в поселке Каменка. И это мы тоже обсудили. И как результат этой поездки, сегодня мы имеем протокол или протокол поручений правительству Красноярского края, где вся эта проблематика расписана и правительству Красноярского края дано поручение во всех этих вопросах разобраться и обеспечить финансирование на следующий год в достаточном объеме, в достаточном количестве для разрешения этих проблем или хотя бы частичного разрешения этих проблем. Ну а по поводу дефицита бюджета, как я сказал, 44,4 миллиона, эту проблематику губернатор нам пообещал закрыть уже в этом году. Сроки стоят достаточно жесткие для правительства Красноярского края, но в том числе и для главы АЧС Каврайона. Это 1 сентября, то есть мы должны уже какие-то наработки получить, проработки с конкретикой, со сметами, с конкретными средствами, которые нам необходимы на следующий год. Поэтому мы уже работаем и готовимся к встрече с правительством Красноярского края. Ну и соответственно с всеми министерствами, которые в этой проблематике задействованы.